Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется, конечно, как-то вот, чтобы вы немножко подробнее описали, в чем именно вы хотите, условно говоря, помощь себе. То есть, какой именно помощи вы хотите или помощи всем вы хотите. Вот, потому что, ну, если, условно говоря, вы хотите изменить мужа, да, если хотите мужа изменить, то у вас, я думаю, вряд ли получится, мягко говоря, это сделать, ну, потому что муж, это муж, да, он сформировавшийся человек и без какой-то такой мотивации он меняться не захочет, ну, то есть, как бы, ему, он, он не будет меняться, если у него не будет мотивации это делать. А мотивации это делать, судя по тому, что вы пишете, у него особо нет. Вот. Поэтому момент здесь вот несколько такой, да, я бы сказал, ну, не совсем очевидный. Вот. Следующее, следующее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это на то, что, как бы, вам не нравится, как у него происходит взаимодействие с, ну, родителями, да, вам не нравится, что он, условно говоря, больше времени проводится с ними. Вот. И вас, в принципе, можно понять, но не очень здесь очевидно, знаете, что всегда ли так было? Очень, не очень, не очень, не очень очевидно, потому что если, если так было всегда, то, эээ, почему вы решили, что сейчас это должно измениться, если так было всегда. А если так началось, эээ, после какого-то момента, то, эээ, какова ваша реакция на это, на то, что вот, ээээ, началось после, там, условно говоря, какого-то, какого-то момента. Вот. То есть это вот, эээ, то, о чем вы не, ээээ, ну, не пишете, на мой взгляд, на мой взгляд, да? Вот. Эээ, дальше, значит, вы, эээ, чего хотите, хотите вообще? Ну, то есть, образно говоря, если вы хотите, эээ, поменять мужа, эээ, не получится, если вы хотите, если вы хотите, условно говоря, эээ, разобраться в себе, эээ, да, то это более чем реально, в себе разобраться, ээээ, это можно сделать, ээээ, вот, то есть вам можно помочь себе разобраться, если хотите. Эээээ, как бы, из чего ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Чувство, что вы не семья, ну, со своим мужем. Вот. Из чего, получается, это чувство, что всё держится на вас, что к вам только требования и всё, что мужу можно всё, а вам ничего нельзя, то есть как бы это всё нужно. Выяснять, да? Всё нужно разбирать. Вот. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Может, вы и не ответите, но всё же попробую. Почему вы решили, что мы не ответим? Мы с мужем шесть лет вместе, скоро будет второй ребёнок, его родители живут недалеко, мои в другом городе, но я не чувствую того, что он, я плюс он, плюс дети, семья. А более подробнее, что это за чувство? По мне до сих пор мама плюс папа и он, конечно же. У них такая организация их взаимодействия. Да, это как бы спорный момент, конечно, но это вот так. Хотите вы этого или нет, но это, к сожалению, так. После работы он идёт к ним, вечно что-то помогает. Ладно бы он был единственным сыном, но их трое. Так каждый день. А не, допустим, раз в неделю. Мы с детьми как будто место, где он просто ночует и всё. А кто мы с детьми? Вот, ну понятно, что есть вы, есть старший сын, есть ребёнок, который скоро родится. Вот. Но, условно говоря, какого, какого рода отношения между вами? Какие отношения у вас с мужем? Как они развиваются? Как они практикают? Что общего между вами? Ну вот. У меня доглашение, что муж действительно воспринимает вас просто как мать своих детей и всё. К вам у него ценностного, ценностного, уважительного отношения нет. Может быть, по причине того, что он видит в вас только жену. Ну вот. А вы, как бы, не позиционируете себя как ты наш. Потому что нуждается в семье, опять же, для этого нужно быть идеальной женой. И для этого вы делаете всё, там, всё выполняете по дому и прочее, прочее, прочее. В надежде, что мужчина будет хорошо к вам относится, но тут это всё хуже. Потому что чувствует, что вы себя принижаете, фактически. Дальше. Если я еду к своим родителям и говорю, что я его бросаю. Хотя, когда я ему говорю, что он меня бросает, отвечает, что это мои родители. И так будет всегда. Ну, это вы, это вы играете в игру психологическую горячая картофелина. Вот. Перекидывание горячей картофелины. Можете изучить её игру. В интернете она есть. Вот. Это попытка манипуляции. С его стороны манипуляция идёт. Ну, и с вашей стороны в ответ. То же самое. В принципе. Дальше. Так. При ссоре обижаются, что не звоню первой и не интересуюсь, как у него дела. А из-за чего ссоры? Как вы реагируете на его обиды? На его претензии? Хотя я беременна и старший ребёнок тоже со мной мог хотя бы ими поинтересоваться. Мог, но не интересуется. И что это для вас означает. Знаете, у меня такое ощущение, да? Возникает, что вы пытаетесь вот опереться на людей, раствориться в них в судье. В частности, в муре. Когда этого не происходит, вам плохо. Вам необходимо сформулировать свой вопрос. Как именно, что именно вы хотите решить. Отграничить свою проблематику от проблематики других родителей, вашего мужа, детей. В зависимости от срока беременности, имеет смысл сперва, может быть, родить и после уже разбираться. Я бы рекомендовал обратить внимание на чувства к мужу, какие они. Я бы рекомендовал обратить внимание на чувства к детям, какие они. Что это за чувства к детям? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует...